Надеюсь, что всё получится заебись. Что касается игры, которая сейчас на вашем экране. Игра называется Rise of the Triad. Это ремейк-ремейк, блядь, старого говна-мамонта. Очень древней игры, которая ещё была на Думовском, если мне не изменяют памяти, движке. Я в неё играл. Она была на каком-то сборнике, типа 200 лучших игр или что-то в этом роде. Практически ничего не запомнил. То есть она для меня культовой не стала. Я как-то ещё видел её упоминания в некоторых игровых журналах. Насколько я понимаю, она не считается какой-то культовой классикой, как те же Думы, Квейки, Дюк Нюкем и так далее. Но даже как этот Shadow Warrior более популярен был в своё время, ещё какие-то игры. Что-то мне реально она не запомнилась. Я вот реально помню её со сборника и помню. Единственное, чем она мне бросилась тогда в глаза, это то, что там были двойные пистолеты. И то, что это первая игра, в которой я видел, что враги умоляли не убивать их. Если ты их достаточно шпиговал свинцом, они вставали на колени и говорили, не стреляй, типа, больше. Ну, естественно, ты их добивал кровожадно. Пожалуй, что всё. Так это была типичная коридорная бродилка с ключами, с секретками. Довольно бодрый был геймплей. Но, вот честно, вообще ничего не помню, даже как уровни выглядели. Помню, что там какое-то такое смешение стилей было нереальное. То есть враги какие-то были, блядь, фрицы в касках, а при этом сами уровни вообще непонятно, где всё это дело происходило. Ну и как-то игра мне это быстро надоела. В последнее время в их вышло несколько ремейков классических игр и продаются они в стиме. В принципе, тут как раз во всех трёх проектах разный подход. Первая это DuckTales, которая несовская игра. Я думаю, что те, кто постарше, может быть, моего возраста помнят её, были на несутиные истории. И они выделялись всегда... Там, во-первых, был такой геймплей, немного несвойственный Nintendo, потому что... Ну он такой был более дружелюбный, что ли, к детям, чем большинство игр, например, тот же... Ну, я не знаю, просто большинство игр на NES, на Dendy, то есть были нереально сложные. DuckTales можно было пройти. Пожалуй, из такого категории я могу только ЧПДЛ ещё вспомнить, который не сильно... Но там тоже были сложные уровни. И ещё была охуительная музыка, что всеми отмечалось. Я, честно говоря, хоть в Dendy играл, но... Может быть, за давностью лет забылось. То есть, чтобы быть в теме, ну, связанной с старыми консолями, там, с Dendy, с Nintendo, с Sega, и надо быть, грубо говоря, не просто старпёром, как я, а надо ещё быть задротом. То есть, это люди, которые... Ну, играли в Dendy, там, до 2000 года, потом, когда появились уже посеместные компьютеры, начали хуярить в Dendy на эмуляторах, и так и остались примерно... Ну, то есть, постоянно-постоянно играли, играли, следили. Когда YouTube появился, там, следили за всякими видео западных обзорщиков. Многие коллекционируют картриджи, там, сами приставки, ещё что-то. Ну, ближайший пример, который вы все знаете из русских, это киноман, допустим, да. Ну, то есть, это фанаты своего дела. А я перестал играть в приставку, в последний раз классическую Dendy, я играл, наверное, году в 90... Чтобы не соврать, наверное, в 98-м или 99-м, когда у меня появился первый компьютер, я её просто отдал, эту приставку, потому что она мне перестала быть нужна. И, соответственно, в последний раз во все эти Вины, слепящие Dendy, я играл более... Ну, сейчас 2013-й, то есть 14-15 лет назад, грубо говоря. И, ну, я никогда не жаловался на плохую память, несмотря на то, что, в принципе, мой образ жизни довольно сильно разрушает именно этот элемент, не знаю, интеллектуальной деятельности или сознания. Тем не менее, запомнились какие-то обрывки абсолютные. То есть, я даже не могу сказать, проходил ли я ту или иную игру на Dendy, хотя большинство я не проходил, потому что, ну, у меня родители довольно строго относились, тем более у меня с детства очень хреновое зрение. На левый глаз особенно. И мне запрещали много сидеть за телевизором, а чтобы пройти игру на Dendy, надо было сильно задрачивать. Ну, и, естественно, эта тема бесконечная о том, что Dendy сажает трубку телевизионную и прочее пиздобольство, которое мы узнали о том, что это пиздобольство только спустя там уже многие годы. И, соответственно, ну, я, естественно, как бы шарю в некоторых играх классических с Dendy, но о том же DuckTales у меня как-то особых воспоминаний, например, не осталось, поэтому я не стал. Вышел ремейстеринг, не помню, Konami, блядь, может, выпустила. Честно, не помню, кому принадлежит этот тайтл. Вышел полностью перерисованный на современный лад, очень красивый и симпатичный мультяшный графин, симпатичная игрушка. Говорят, что один в один все уровни переделаны. Типа, ну, в Steam она продается. Можете зайти посмотреть, если кому интересно. И меня слишком мало связано с этой игрой, чтобы ее там качать, покупать. Мне не особо интересно, тем более жанр платформеров для меня всегда был довольно тяжелым к восприятию. Я всегда хуево у них играл. До сих пор помню, на даче у парня был Super Nintendo, и всех уярились с Donkey Kong, ну, по очереди как бы. И когда геймпад доходил до меня, я тут же проебал, потому что я не умею ни с геймпада играть, ни в старые консольные игры. У меня всегда херово было с управлением. Мне больше нравилось просто смотреть, как люди играют даже. Ну, и, в общем, DuckTales мимо меня прошел. Ну, вот есть вот такой ремейк. Есть еще переиздание, как раз игры Shadow Warrior. Это игрушка на движке Build. Ну, на том же движке, что сделан там Duke Nukem, 3D, Nime. Еще какие-то игры, я уже не помню их название. И, кстати, не 100%, что Rise of the Triad сделан тоже не на билде. По-моему, даже на нем классический. Но графон там ближе реально к Doom был по качеству. Возможно, это одна из первых билдовских игр была. То есть, я не на 100% сейчас уверен в том, что я говорю, но тем не менее. В общем, что случилось с Shadow Warrior? Я реально охуел, потому что продают за 300 игру, которые просто прикрутили эмулятор. То есть, раньше мы могли зайти, там, скачать 15 мигов, есть Shadow Warrior. Поставить DOS Box, запустить через него. На многих компах просто через режим совместимости спокойно запускалась игрушка. Полно фанатских сборок, которые запускают игру. И эту херню в Steam впаривают, как переиздание. То есть, там не были перерисованы текстуры, ничего. Это реальная игра 1996-1995 года. Полностью выпущена именно в том виде, в котором она была и тогда. И какого черта вообще за нее просить деньги? В том плане, что она, конечно, возможно, и до сих пор является интеллектуальной собственностью. И не раздается бесплатно, как многие старые хиты ныне. Но, блин, когда ты, типа, видишь слова переиздания, еще что-то. Причем, это не первый случай, когда к играм старым прикручивают просто тупо эмулятор. Как будто, блядь, люди настолько криворукие и уебаны. Особенно вдумайтесь, ведь большинство из тех, кто захочет поиграть в Shadow Warrior, спустя столько лет, это наверняка мои ровесники, которые его застали. Еще когда он, или старше даже меня, там, 30-35-летние бородатые девственники, которые застали эту херню. Еще в те времена, когда музыка проигрывала саунд с этим PC-спикером, блядь, а не саундбластером. Который невозможно было определить никогда с помощью настроек, которые были все время отдельно от игры, запускались. И, короче говоря, большинство из этих людей, они, ну, они старые, они умные, поэтому уж явно, что они могут, они настолько прошарены, что они могут, блядь, запустить DOSBOX и любую игру, вообще не только DOSBOX, а вообще любую игру, какой бы старой она ни была, они могут запустить на современных компьютерах, если это не игра, брат 2, обратно в Америку, потому что, блядь, я как не пытался запустить это говно, но там реально нужен компьютер с 3D-ускорителем, и типа старым тех времен, то есть каким-то 3DFX, и при этом с виндой 95, 98 даже игра уже не воспринимает, у меня есть винда 95, есть ненужный компьютер, но я не могу заморачиваться на эту тему, потому что, скорее всего, игра не определит мою карточку видео, а даже через эмуляцию 95 винды она, блядь, не хочет запускаться, потому что Virtual PC не эмулирует 8, блядь, видеокарты с более чем 4, по-моему, мегабайтами, ну, в общем, там пиздец, как не пытался я запустить, так у меня и не получилось, но в любом случае, аутфаги любую старую игру запустят, и вот Rise of the Triad, это третий вариант, как бы, переиздания, это игра, в которой, как мне сказал друг, который ее подарил, то есть я ее даже не покупал, стоит она 200 рублей, это проект низшей ценовой категории, но при этом здесь перерисована вся игра, современный движок, тот же самый, насколько я понимаю, разработчик, что и в прежние времена, то есть Апоги или Apogee, я хуй знаю, как это считается, ну, в общем, давайте посмотрим, потому что то, что я видел на YouTube, геймплейное видео, это полная шляпа, но мне почему-то захотелось поиграть в какую-то такую игру с классическим геймплеем, и, соответственно, вот такое небольшое вступление у меня было, ну, как небольшое, 17 минут я рассказывал, и сейчас немного погамзаем, если это довольно, скажем так, шутер быстрый, то я не смогу особо во время геймплея о чем-то рассказывать, потому что, естественно, когда играешь, это очень трудно делать, если это не какой-нибудь трешак, где надо стебаться над каждым углом, это у меня нормально получается, но когда стараешься играть, то не всегда во время геймплея, особенно когда у тебя нет напарника, на которого можно отвлекаться, особенно если у тебя нет напарника-телки или симпатичного белобрысого мужика с бородой, похожего на скандинавского воина, каким был Виктор Зуев. Вообще, я изначально хотел сейчас убить время на GTA Vice City, но игра настолько охуенная, что я решил ее потом перепройти, а позалипать 40 минут вот в это говно, раз уж подарили, то надо попробовать. 4 уровня сложности, и, скорее всего, я выберу нормал, потому что, ну, конечно, если это такая классика охуенная, то самое оно играть типа на Nightmare, на последнем, который тут называется смешным словом Ludicruise, но я выберу нормал, и выбор персонажа, вот честно, не помню в классической игре было или нет, потому что, как я уже сказал, за давностью лет, буквально там какие-то ошметки воспоминаний, в основном, что там бегали фрицы в колпаках, но потрясающая абсолютно прорисовка персонажей, намного лучше, чем даже в Shadowrun Returns, это, как мы видим, женщина, основным видом деятельности, который, очевидно, является шинкование огурцов на кухне, умеренный в себе какой-то как раз-таки скандинав с узишкой, Константин Подстрешный из «Навигатора игрового мира», или я даже не знаю, но человек просто потерян, даже напоминает этого парня, которого выгнали из дискотеки аварии, типа «нахуй пошел», и он взял пистолет, пришел и замочил двух оставшихся бездарных уисосов. Рыжая телка с сиськами отличными, но вот я не понимаю, когда бабы набивают себе какой-то портняк, блядь, поверх сисек, но более нейротичного места я с трудом себе могу представить. Если я когда-нибудь... у меня, блин, отличная шутка есть, но вот я ее не буду сейчас рассказывать на стрим, потому что если я когда-нибудь сам буду стендап еще делать, то я ее для него оставлю. Ну, что я могу сказать? Это выглядит как, блядь, язва бомжа, короче говоря, и как будто, я не знаю, у нее между сисек началось что-то гнить. Мне вообще не нравится, когда женщина излишне уродует себя татуировками. Ну, там, над крестцом можно набить, чтобы показать, вот, я, типа, люблю в задницу давать, и все, пожалуй. Ну, где-нибудь там на руке, не очень больших размеров, когда забивают себе места, ну, которые, в принципе, не предназначены для татуировок, это выглядит странно. Это либо протест какой-то, может, типа, я никогда не буду работать, а когда буду старухой, пусть себя охуевает, либо еще что-то, но, в общем, смотрится довольно хуево, и я ни разу не видел, чтобы такие, при том, что я дрочил на суицид герлс и на всякую такую тематику пару раз, но я в большинстве случаев думал, что если убрать татуировку именно с таких мест, то будет выглядеть намного лучше женщина. И, во всяком случае, тогда у нее будет еще один вариант, кроме как пойти на панель в 40 лет зарабатывать, это, я не знаю, там, устроиться в школу, в младшие классы. И что-то еще я хотел сказать, какую-то шутку я придумал, если, типа, татуировка на кресле к тому, что любит ванал давать, то это, наверное, любит, когда ей прессовывают между сисек, что и неудивительно, если учесть размеры катастрофы, которые она себе отрастила. Но, в общем-то, я не знаю, какой у нее вид оружия, потому что тут мы видим пистолет, нож и УЗИ. Здесь женщина держит себя за голову. Возможно, она у нее болит, возможно, она ее отрывает и кидает своих противников. И негр. Негр Даг. Сначала я подумал, что это Джакс из Мортал Комбат, и вот этот желез на его руки с двумя пальцами, он трогает свои сосочки. Но потом я присмотрелся и понял, что, может быть, я и прав. Хуй его знает. И, в общем, я, наверное, все-таки выберу рыжую телку. О, тут есть даже некоторая предыстория. Мне это напоминает карточки, досье на героев в старой доброй игре Zeratolerance Sege. Огненная, рыжая, рыжеволосая женщина из какого-то великого севера белого. Никогда не стеснялась принимать участие в военных действиях. И она эмоциональный лидер команды охотников. Она настолько же сильна, насколько быстрая. И это лучший выбор для людей, для игроков, которые хотят быстро набрать опыт. И она из Канады. А в Канаде никельбэк, поэтому я даже не знаю, честно говоря, выносливость у нее довольно низкая. Но, в общем, она самая быстрая. И написано, что у нее голубые глаза. Но я даже не знаю, похоже на голубые, возможно. Но приходится мне даже приблизиться. Пожалуй, что да. Не знаю, кого-то она мне напоминает из моих знакомых. Баб, вот эта блядская ухмылка. Блядь, я разочаровался в этой женщине. Почитаем, что другие парни из себя представляют. Это как ее, кстати, зовут? Си Барретт. Отлично. Дак Вент. 33 года. Возраст Иисуса. Самый медленный, что не свойственно, как мы знаем, для негров. Потому что благодаря природе, что заложено в них качество, чтобы, ну, типа, своровал и убежал. Обычно у негров большая скорость. Достаточно посмотреть на кенийских негров. Был негр, который расстроил самого Гитлера. Во время Олимпиады в Мюнхене в 1936 году. В общем, такой вот негритос. И он настоящая профессиональная машина для убийства. И большой эксперт по оружиям. И он оставляет ад пизде, где пройдет. Его сила и выносливость намного больше, чем у остальной команды. Ну, и единственное, что его, блядь, похожесть на нахуй Халка делает его самым медленным. Самый лучший выбор для тех, кто любит негров и медленных негров. Ян. Ян Пул Фрилли. 37 лет. Пока он самый старый из тех, кого можно выбрать. Он как бы что-то между негром и бабой, которую мы видели. К сожалению, я не очень хорош в системе американской веса и роста. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю, как пересчитать это все. И в общем, это, короче, чувак из разведки. Не буду переводить всю эту хуйню. Но, походу, для тех, кто любит тихое прохождение, хотя это, по-моему, мясная игра. Не очень я понял, что там написано. Лорель Ни. Ня. 30-летняя китаянка из коммунистической этой ужасной страны. И она тоже быстрая. И тут еще написано, что она для тех, кто, в общем, любит риск и опасную жизнь. Но это явно не я. Я люблю, блядь, на диване лежать. Поэтому я, пожалуй, ее точно брать не буду. Хотя китаянки, они такие сексуальные. Недавно «Убить Билла» показывали снова по РЕН-ТВ. И мне всегда, вот, не знаю, мне никак особо Люси Лью не нравилось. Но именно в фильме «Убить Билла» она настолько сексуальная. Насколько это вообще можно представить, думая о женщине с глазами, которые смотрят друг на друга. И Тарадина Кассат, блядь. Ну и имя у чувака. Но это, типа, такой усредненный чувак. Который, типа, «He's a man's man!» «And lady's man!» «And bad ass!» И вообще, короче, Маюн, блядь, нехуевый. Ну и он, типа, наверняка подходит для всем, для всех. Еще он итальянец, но на Супер Марио не похож. Но это самый скучный выбор бы был на самом деле. Так что я даже не знаю. Мне хочется... Я не знаю, все-таки самая сексуальная телка, Маули. Может быть, какой-нибудь порно показывают. Покажут. Или что-нибудь в этом роде. Давно я не видел, чтобы под компанией издателя писали право для презенции. И начинается заставочка. В общем, остров святого Николаса Кейджа захватила триада. И великолепный отряд ебаных наемников был отправлен на этот остров. Пока очень оригинальный сюжет. Но, видимо, упал вертолет, и триада быстро отреагировала на то, что прилетели какие-то пять чувачков. Да, но нет, я неправильно понял то, что до этого произошло. В общем, чуваки, которые высадились на острове, они увидели, что здесь много военных. В общем, блядь, я более убогого сюжета никогда не видел. Игра начинается. Пресса, Никита, continue. Я уж испугался, потому что... Я уж испугался, потому что то, что было до этого на экране геймплея, меня чуть-чуть испугало. Я подумал, что я вообще перепутал все. Это какой-то ремейк игры про Диснейленд, которую я тоже на Денди играл. Но такого точно не было. Кстати, вот помню классическую игру. Там пистолет вот так вот держался, но приближения, естественно, не было. Ну, про графон, я думаю, вообще говорить не стоит. Все все видят. Скорость передвижения вы тоже можете оценить. Такое ощущение, что у нашей героини, точнее, которая, кстати, красит очень сексуально ногти в розовый цвет, но у нее пропеллер в заднице и... Что-то не похоже это на то, что я помню. Вот из классической игры там мы начинали примерно как в Думе на... Вот помню даже первый уровень. Начинаешь на каком-то выступе, спрыгиваешь, потом берешь второй пистолет и сразу начинаешь всех крошить. Тут как-то по-другому. Ну и второй пистолет все равно есть. Вот чем мне она запомнилась? Классическая игра. Это стрельба по-македонски. Это одна из первых игр, в которой реально была стрельба по-македонски. Это неудобно немножко. Я уже отвык от шутеров, где скорость движения мыши, чтобы играть удобно, должна быть большой, потому что я уже придрочился к современным игрушкам. Например, в Quake 2 я играл на Sensivity чуть ли не вот такой, чтобы развернуться резко, выстрелить с рельса в нужное место. И вот тут вот тоже, чтобы стрелять, ну, в отличие от нынешних игр, тут, видимо, целится это не Камильфо. Оп-оп. Сексуально. Газаев, наверное, живет в этом замечательном домике. Не знаю, насколько тут вообще тот стиль игры, который я пропагандирую в классических шутерах, подходит. Я бы, честно говоря, не сказал, что мне удобно, потому что я вот пейнткиллер и все остальные классические... Ага. Классические игрушки, ну, с классическим геймклеем, проходил на стрейфе. Стараясь стрелять в врагов на этом стрейфе, но тут как-то очень трудно попадать. Сейчас. Я понял, в чем ошибка была. С места стрелять тоже как бы не вариант, но от меня чуть не очень получается. Как надо. Естественно, никакой регенерации нету. Так, ладно. Я понял, куда мне надо... Заебись. Что с ним произошло, я не очень понял. А, ну все, теперь понял. Когда разглядел, у него нихуево так бомбануло. И теперь мне какое-то мощное оружие, типа Rocket Launcher, что ли. Даже не знаю, что это. Блядь. И... Поменялись враги с людей. Ну, теперь это, короче, как примерно... Ну, и там, наверное, это были китайцы. Просто в шлемах нацистских. Мне вообще-то запомнилось, что как будто нацисты. В общем, спустя... Я не знаю, сколько уже прошло с момента выхода этой... Оригинала. Я думаю, что очень, блядь, приличное время. Ничего не изменилось. И... Что я не могу понять, так это как нормально играть. У меня это не получается, к сожалению. Меня нашпиговывают свинцом, и все такое практически сразу. Независимо от стиля, который я пытаюсь использовать. Бесконечные патроны, конечно, помогают бычить. 91% здоровья у меня остался. Тела никак не реагируют на то, что они мертвы, их не раздраконивают. Все очень нереально бюджетно. Я думаю, что вы должны быть большим... Большим, если не огромным, любителем оригинала быть. Монетки такие же были, кстати, в нем. Чтобы играть в это. Вот, и... Кстати, то же, как в оригинале, я уже говорил, что иногда они просили о пощаде. Так происходит и тут. Поднимаемся наверх. Блядь. Сука, какое же неудобное управление. Ебанутое. Ебаная таблетка. У меня друг тут решил купить пылесос. Пылесос, который сам по себе ездит и охуенно умный по квартире. Ты его просто включаешь один раз в жизни, и он всю жизнь, блядь, ездит и пылесосит тебе. Сделан в Британии. Ну, в принципе, довольно много уже таких охуительных изобретений. Но этот, типа, праймовая модель стоит в районе 3000 фунтов. То есть, ну, грубо говоря, подстольник на наши деньги. Может дать чуть побольше. Ещё там 350 накинуть и стендап можно делать. Ничего себе. Да, это же Ким Чен Ын кому-то отдрачивает. Да, так вот. И я вот начал за него переживать. Он и так живёт в пятикомнатной квартире один, без бабы. Так если ещё этого робота заведёт, то ему, наверное, тёлка вообще никогда не нужна будет. И, кроме всего прочего, я переживаю за то, что даже если он эту тёлку заведёт, то робот может начать ревновать. Потому что привыкнет к... Угу. У меня телеканал Перец ловится. Слева на телевизоре, на Рокет Лаунчере. Начать ревновать или... Или, может, даже не ревновать. Может быть, этот робот... Может быть, этот робот понравится... Отлично. Автомат. Понравится женщине намного больше, чем сам мой друг. Его зовут Дима по прозвищу Кингос. И я переживаю, на самом деле, что когда-нибудь я приду к нему в гости в момент его отсутствия дома. И вижу, как этот, блядь, робот-пылесос жарит его тёлку. Или мою тёлку. Или меня. Представьте, как это было бы грустно. Так, эта дверь закрыта. Зачем её сюда вообще закинуло? Прикольная дама озвучивала эту игру. Хотел бы я на это посмотреть. Смотрите. Типичная болельщица Спартака на вашем экране. If you're reading this, you... Чё? Ваш счёт, возможно, очень хуёвый. Да, пожалуй, вот я и счёт вижу. 1833. Ну, видимо, тут всё на скорость дико. Вот чё, я не очень понял. Так это зачем нас вообще сюда закинуло? Ёб твою мать! Почувствовал себя в блендере. Я никогда не смеюсь, когда на моей руке появляется что-то белое. Обычно это сигнал о том, что тебе надо идти к рукомойнику. Да, и как в Биошоке теперь кастовать ещё необходимо. Я бы, честно говоря, предпочёл вернуть своё охуительное оружие, потому что я не очень понимаю, как вообще целиться из этого говна. Такой возможности мне не предоставляется. Окей. Вообще не... А, всё, вижу. Вот это интересно. Классное графическое решение. Ну, как и вся эта игра, естественно, просто полнейший минимализм. Я не знаю, они могли бы вообще, наверное, графику не рисовать и сказать, что так и было задумано. Но для тех, кто, в принципе, пёрся от оригинальной игры, я думаю, что им вообще поебать на всё это дело, потому что я бы с удовольствием, например, поиграл в Fallout 2, выпущенный на движке, допустим, даже Fallout Tactics. Я, кстати, посмотрел на Wasteland первый геймплей. Блядь, ёбаный в рот мой. Я реально неправильно играю в эти игры, я уже реально отвык от того, что надо в них делать. Хуярить всё подряд и всё такое. Да, так вот, ещё многие со мной не были согласны по этому поводу. Я не очень понимаю любые заверения разработчиков. И вот они очень часто заявляют, когда им указывают на какие-то недочёты или ещё что-то, на то, что, ну, люди, обычные игроки хотели бы видеть в игре. Они говорят, в оригинале этого не было, имеется в виду Wasteland. Но вот реально Wasteland это пиздец старейшая, наверное, одна из самых старых игр, которые я видел в своей жизни. Играл, точнее, даже для DOS-овских времён выглядит пиздец как архаично. И большинство, я уверен, думали, когда донатили, что на самом деле будет, скажем так, настоящее продолжение Fallout, вместо того, что из себя представляла трёшка. И просто название Wasteland используется как возможность избежать траблов с авторскими правами. Но, как оказалось, нет. Может быть, кому-то и нужно продолжение оригинального Wasteland, но, в общем, в любом случае, игра, да ёбаный в рот, выглядит достаточно плохо. На текущий момент разработки я уверен, что нихуя не исправит. Движок этот Unity, он невероятного. Срамота полнейшая. Да как запрыгнуть-то на эту херню? Да. Блять. Короче. И это не помогло. Ракетинца у меня тоже больше нет, чтобы ракет-джамп сделать. Надо было негра, блять, медленно убрать. С ним удобнее было всё это делать наверняка, потому что... К чему я вообще не могу привыкнуть, так это к скорости передвижения главной героини. Но она просто... Как будто её друзья за пивом послали, и нельзя... Что это было, блять? Как он так лопнул? И нельзя никак прийти поздно, потому что иначе её ударит ножом пьяное быдло со словами «Тебя только за смертью посылать». Как меня бесит, блять, когда ты согласился, допустим, сходить в магазин, и никто другой туда не попёрся. Ещё потом недовольны суки, что тебя долго не было, хотя на самом деле там, блять, очередь какая-нибудь на кассе, и вот эта блядская фраза «Тебя только за пивом посылать» ну ничего тупее в жизни не слышал, хотя сам всегда так говорю, когда какие-нибудь гомики долго ходят. Но у них-то наверняка нету охуительной отмазы, как у меня. Так, окей. Ну что ж, там потихоньку уже приближается время, когда... Пора будет идти смотреть футбол. Что я могу сказать по поводу этой игры? Это просто пиздец говно. Если у вас не мучает какая-то ностальгия, ну, даже вот с таким геймплеем, я не знаю, можно найти шутерки получше. Если вы любите популяться, то лучше классический, я не знаю, там, пейнткиллер пройти. Где, блять, аптечки? Ёбаный в рот. Я не хилялся уже целый год. Вот же какие-то места, где их можно было вполне раскидать. Но вместо этого тут, блять, фонарь, дверь. Вишневый сад. И два мертвых. Даже не знаю, как это назвать, блять. Вот отличная поза, парень. В такой тебя и похоронят. Ещё одного распидорили. Ну, типичное мясо с отвратительным графоном. И довольно сложным, хардкорным геймплеем. Хотя эта игра многого и не просит. Она стоит чуть ли не 120, что ли, рублей. По-моему, по 200. Я уважаю, когда люди... Когда люди позволяют себе взрывать рыжих няш, блять, и разрывать их пополам. В компьютерных играх, чтобы из них ещё и реки крови увалились. Берик! Берик! Двойные пистолеты. Это, конечно, после начала игры особо не юзабельно. Как это ни прискорбно. Потому что я знаю, что у многих есть фетиш на оружие двойное. И не в каждой игре увидишь, как ни странно. Последнее, где это нормально было реализовано, это чуть ли не Даркнесс. Быстро меня нахорашивают? Пиздец. Что мне нравится, так это анимация перезарядки, которая здесь сделана. Довольно весело. Не знаю. Доработать бы её, как бы... Ну, движок... Вообще, конечно, просто срамота. Не знаю, что бы могло спасти эту игру. Но, опять-таки, я не уверен... Если есть фанаты классики, вот именно классической этой игры, то, может быть, им вообще дико доставят. Я ничего сказать не могу. Я чувствую себя Соником, блядь. Синим ежом. Колючим. Который прыгает за монетами. И скорость у меня такая же охуительная. И стрельба. Последний раз такую убогую стрельбу я видел, наверное, в Сталкере. Потому что совершенно непонятно, когда ты попадаешь, когда нет. Вот эти, блядь, цифры, которые вылетают из противников на аркадные, они как бы хоть как-то дают понимание, предоставляют, но попадание совершенно не чувствуется. Чувака, это мозги или кишки вылетели. Я даже не знаю. Футбол можно им погонять. Как раз тут лужи такие же, как на стадионе в Казани. И для местного шутера это, короче, приговор. Потому что вот насколько было приятно в классическом пейнкиллере стрелять в старом. Даже сейчас бы включил бы, блядь, взял коломет и метал бы кал. Колы. Втыкая в соперников. Ну, это охуенно было. Что-то, блядь, столько нужно потратить патрончиков, чтобы убить одного губнюка. Ну и, походу, я миску говна какого-то съел, свиного, и сразу отхилялся немножечко. Что мне, безусловно, не поможет. В графоне, в этом, вот, давно не было такого у меня, наверное, с тех пор, как русские перестали делать шутеры. То, что из-за, блядь, общей серости и серой камуфляжной формы. Что логично. Я вообще не вижу, блядь, противников. Не знаю, как это на стриме выглядит, но реально, вот, только если знаешь, где они находятся, вот тогда это еще можно как-то. Ну, и, несомненно, радует то, что патроны бесконечные в автомате. А, то есть, конечно, обоим из 30 кончается там, или сколько, я не знаю, давайте посчитаем выстрелы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Слушайте, а его вообще перезаряжать-то надо? вот уж блять чеченцы наверняка хотели бы такой автомат себе на свадьбы а зачем тогда вообще кнопку перезарядить для понту но это симпатично понять как же тут врагов то не видать может те кто конечно знает как в старой игре были левел расположены они знают расположение всех врагов но даже вспоминая там времена когда я в doom 2 играл другие совсем уж старые игры могу сказать что там не так резко себя вели соперник тут они как-то блять прям издали начинают харассить это немного раздражает потому что вот мне нравится в аркадных штанах когда ты чувствуешь себя небо небом супергероем то есть как бы идешь хуяришь всех ну ближайший пример того о чем я говорю это серьезный сэм серия хотя мне второй серьезный сам вообще не нравится но вот в первом даже в третьем местами это классно реализовано хотя в третьем меньше там есть вообще места где-то шкеришься от противников они воюешь с ними лоб в лоб но первый серьезный сам от эту классика когда ты чувствуешь себя крутым мужиком шестистволка и тебя ничего не остановит тут идти на пролом как-то стремно потому что слишком извлекать и начинают палить враги и вот в том же сами был классный подбор врагов в этом плане то что там были например когда шло мясо на очень больших количествах типа там 50 на экране то это были допустим бегущие на тебя сами чуваки которые взрываются если ты подпустишь слишком близко вот это классное решение а тут в общем блин еще меня парит то что я ем из ведра ну че это такое блять на что больше всего похоже эта игра если сравнивать современными какими-то проектами да то я могу сказать что что-то похожее я видел вульф шайзе если кто помнит такой шутерок и еще мне вспоминается игруля под названием гуль край можете позырить в интернете тоже примерно такой же пиздец там творился так но и соответственно табличка любой классики не один из один секретов всякая такая бодяга конечно блин я все-таки не знаю все таки это совсем плохо все уже бегаю в принципе где-то 40 минут и пока еще оторваться не могу но скоро уже брошу на самом деле очень такой низовой проект херовый дешевый я даже не знаю в таком случае мне кажется если у вас есть ностальгия по потому же не знаю райзов за триад для меня это ни о чем но может у кого-то есть и например если бы выпустили вот с таким графоном второй doom а ну я знаю что многие конвертации есть там фанатские в том числе от мне например brutal doom вполне понравился остальные как бы не очень зашли но тут я не знаю блять но она выглядит хуёво играется довольно говенок как я уже сказал единственное что можно встать тут и почувствовать себя фюрером это довольно хуёвым таким саранским фюрером судя по этой гнилой тумбе и еще что я хочу отметить то что я видимо может быть я никогда не любил слишком быстрые игры например мне гораздо больше нравится 2 квейк чем квейк 3 арена но тут блять скорость возведена просто в какой-то нахуй культ мне это напоминает игру футбольную в которой я играл когда тоже в детстве она называлась kick of и там футболисты бегали блять как будто у них тоже пропеллера как у карлсон в заднице довольно неудобно особенно в современные вот когда ты уже привык к размеренным перестрелкам и самый большой минус этой игры вот она была бы реально за 100 рублей охуенно 150 200 неважно принципе одна херня я как бы игры покупая не говорю сейчас о том чтобы скачать качать эту фигню вообще нет смысла типа чувак под лифтами решил отдохнуть я слышал у нас на районе нас всегда пугали страшилками чтобы мы сверху на лифте не катались о том что я так может раздавить короче сверху нас реально на районе одного пацана расквасила но я с ними не очень знаком был так что не жалко надо быть полным долобоебом чтобы таким развлекаться да так вот чего не хватает этой игре чтобы в стиме ее можно было реально взять и получение удовольствия это кооператива потому что любую блять даже самую за трапезную хуевую игру может всегда спасти кооператив но сейчас я например взял как он там я не знаю мамбет это с собой мы бы захуярили этих китайцев блять нацистских китайцев блять говнюков которые родину не уважают без объявления войны заняли блять какой-то остров святого николаса скоты и был бы фан бегаешь вдвоем очки набиваешь у кого больше но я тут еще подумал что если уж бегать и набивать очки в каком-нибудь веселом быстром трэше то тогда уж легче реально запустить первого сэма потому что блять первом сэме отличная система набора очков можно прекрасный кооператив который вот блять ну вот реально я даже может быть попрошу кого-нибудь сегодня знакомых поставить и пройти первого сэма в кооперативе то что это то что рекомендуется делать чтобы нервы подлечить хотя бы раз в пару лет вот ночью садишься берешь пивас и под пивасом поставив допустим чтобы совсем уж не расслабляться ну скажем там реально очень тонкие настройки и можно поставить например ну допустим 70 смертей ну как вот мне кажется и поставить в уровень сложности предпоследний допустим или даже последний попробовать пройти ну последним может даже больше смертей поставить ну если конечно вы хардкорщики жесткие то можно там ограничиться десятью двадцатью смертями я знаю людей которые пройдут вообще без смертей на изич их на самом сложном уровне но это трудно и короче вот так вот прекрасно вечер провести тир написано на тирет заебись тирет я люблю отличный тир вся игра до этого была не тир но то что радует то что хотя бы китайские нацисты особо не сопротивляются синяя дверь я уж думал тут какой-то ночной клуб с угарной дискотекой но нет тут еще два нацисты все они смотрят блять какую-то бодягу про войну как будто сегодня 9 мая еще другого по телевизору нету все ребят скоро приближается футбол я надеюсь что я вас развлек те кто смотрел немного этим стримом неподготовленным развлек этой замечательной охуительной игрой которую безусловно ни в коем случае не стоит ни приобретать не качать месток поржать и не знаю подивиться с того что они дух они да не двухмерные враги по уёб твою мать я сейчас чуть в штаны не наделал сука он пытался меня укусить как эвандер холлифилд майкер татайсона что же или наоборот да 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 наоборот почему-то меня оружие сменилось все теперь у меня есть базука блять привет чувак как у тебя там настроение нормально я смотрю да нихуешь себе он долго жил надеялся верил первые два выстрела на такой нихуясь эта шлюшка грязная тварь ну и забагованная срань ладно все ребят это реально уже начинает заябывать блять однообразное говно чё я могу сказать подводя итог надеемся верим что может уже вышел этот стендап не знаю надеемся верим что он будет неплохой если будет херовый то значит наверняка и будет херовый то что но религия господи какая избитая тема для стендапов большинство вот общая говорю что у нас в россии стендап трудно захуярить потому что у нас в стране уголовно преследуемая клемета и собственно говоря оскорбление чувств верующих то есть это два с тех столпа на которых держится стендап комики западные каждый концерт начинается того что начинается гон потом минут 40 они засирают религию запустите любого комика западного он 40 минут будет засирать религию поэтому для любого атеиста это отдушина у каждого можно найти на стене вконтакте про религию какого-нибудь комика выступление или какой-то 10-20 минут и прогон и даже сам хованский уже про религию гонял уже просто ничего нового по 1 эту тему сказать нельзя можно какие-то российские реалии высмеет там защиты чувств опять же этим дурацким законом можно сказать о том что у нас самая незащищенная получается когорта граждан социальная прослойка типа атеисты поэтому я бы вас в рот ебал там атеисты ха еще что-то но по большому счету уже все давно сказано умными умными людьми давно проанализирована и скорее все это будет безвкусное обсирание религия от чего бомбанет у большинства донатеров потому что у нас все-таки дохуя православных и они будут орать мы тебе не на то деньги кидали чтобы ты нам религию обсирал на или еще что-нибудь в этом роде короче тема без благодатная ее можно вполне не знаю вот каждый почему-то начинающий стендапер думает высраться на эту тему тот же никита черников как я уже приводил как пример и как пример неудачный даже у меня были пара шуток там с кораном с господи с чуиками из пуссирает я прогонял телегу ну я не знаю неужели кому-то еще раз нужно услышать о том что бога нет ха ха блять там иисус хуесос и так далее но этого и так уже достаточно а если еще будут шутки сворованные у каких-нибудь там я не знаю у ричарда херинга или еще как то это будет вообще провал фейспалм так что будем посмотреть будет оригинально если будет что-то в защиту религию тогда я реально ахуею ну посмотрим посмотрим спасибо всем за внимание было приятно пристили сейчас вам подписывайтесь на канал пока